Более 300 лет назад, 2 сентября 1679 года, в Пекине внезапно произошло сильное землетрясение. В результате в городе и его окрестностях погибло больше 10 тысяч человек. Но одному приговоренному к смертной казни заключенному это несчастье сыграло на руку. Он был освобожден. Это был астроном цинской династии, немец Адам Шальфон Бель. До этого он распространял западные летоисчисления, поэтому был пойман и приговорен к смерти за организацию политического заговора и подстрекания людей. Правитель воспринял землетрясение как гнев небес, а Адам Шальфон как раз отвечал за предсказания на основе небесных изменений. Через несколько лет он был полностью реабилитирован по приказу императора Консина. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тогда Адам Шальфон рекомендовал заурядного на вид Сюанье, потому что он уже переболел оспой, и этот факт снижал риск ранней смерти и частой смены правителей династии Цин. К счастью, Сюанье был очень способным. Он обожал книги и не только погрузился в изучение китайской культуры, но и проявлял большой интерес к естественным наукам, пришедшим с Запада. Его преподавателями естественных наук как раз были одеты в черный рясе миссионеры. Возможно, это и есть причина реабилитации Адама Шаля. Ученые говорят, что Конси был единственным императором в истории Китая, который одинаково хорошо изучил китайские и западные науки. В 23-й год правления императора Конси в запретном городе вышел указ. С сегодняшнего дня вся страна объединяется и пребывает в мире. Маньчжуры и китайцы равны. В целях содействия процветанию разрешают торговлю с иностранцами и ведение морской торговли. Таким образом, для периодически запрещаемой на протяжении сотен лет морской торговли снова настал золотой век. Были налажены морская торговля и культурные контакты между Востоком и Западом. Караваны купцов и дипломатические миссии из разных стран тянулись непрерывной чередой. Конечно же, не обошлось и без миссионеров со священным писанием в руках. В 1705 году французский миссионер Франсуа Ксавье де Антреколь никем не замеченный сошел с корабля на плеча Ле Чанзян и оказался в Диндаджене. В глазах его блеснуло любопытство. Диндаджен Ксавье де Антреколь За сотни лет в мире много чего изменилось, но производство фарфора никогда не прерывалось. Оно повсюду на улицах и в переулках современного Диндадженя и течет в жилах людей. По всей мировой истории, возможно, нет ни одной страны, города или поселка, где бы, как здесь, одно ремесло и производство передавалось из поколения в поколение так долго. Недаром Диндаджень называют столицей фарфора. Недаром Диндаджен Небольшое поселение в Диндаджене, Саньбао, еще в эпоху Сун прославилось как место производства сырья для синего фарфора. Древние камни и крупоружки по-прежнему бодоражат воды горного потока. Величественный шум трамбовки камней все так же с грохотом разносится по долине. Эти звуки, бьющиеся о камне воды, привлекли не только того миссионера 300 лет назад. Сейчас они поражают этих художников из Голландии. Они приехали сюда, чтобы при помощи местного Каулина и традиционной технологии создать современные произведения искусства. Идеальное сочетание старого и нового. Тот момент, когда они впервые коснулись Каулина из Диндадженя, давно уже стал необыкновенной историей. Продолжение следует... После того, как в 1604 году голландцы ограбили португальское судно и продали с аукциона 100 тысяч изделий из китайского фарфора, их захлестнула жажда наживы и желание обладать изящными изделиями. В Голландии никто не скрывал этой алчности, поэтому во всех морях было полно кораблей с голландским триколором. В 1656 году голландская дипломатическая миссия прибыла в Китае. Цинская династия правила в Пекине только восьмой год, но уже научилась преподносить себя как великое государство. Поэтому голландцам пришлось ожидать 85 дней. Но ради собственных выгод они нашли в себе терпение, церемония поклонения императору их тоже не остановила. Но в конце концов голландцы получили только милостивое разрешение совершать торговые сделки раз в 8 лет. Оказывается, миссионеры, которые представляли интересы разных сторон, не желали монополии Голландии. Тем не менее, голландцы оправдали прозвище морского извозчика. Расположенный в Гааге архив Голландии называют памятью Голландии. Это заключенная в кожаные переплеты истории голландской Ост-Индской компании, которой уже несколько сотен лет. В несметном количестве архивов сотрудники нашли список фарфоровых изделий, заказанных в те времена служащим компанией в Китае. В нем указан вид, количество, размеры, цена, абсолютно все. Даже были сделаны эскизы будущего фарфора, чтобы избежать недопонимания со стороны китайских мастеров. До сих пор эти рисунки выглядят полными жизнью. Голландский ученый Волкер полагает, что в течение 80 лет, с конца династии Мин до начала династии Цин, посредством голландской Ост-Индской компании из Китая в разные уголки мира было вывезено до 60 миллионов экземпляров китайского фарфора. В отличие от миссионеров при императорском дворе, находясь в Дин-де-Джене, французский проповедник, Франсуак Савье в основном общался с простыми гончарами. Он наладил отношения с официальными лицами и в виде исключения получил разрешение на длительное проживание и миссионерскую деятельность. Неужели это все? Нельзя отрицать того, что с тех пор, как в конце Минской династии в Китае появились миссионеры, самые выдающиеся из них привезли с собой прогрессивные западные научные знания, открыв для Китая окно в мир. Такими людьми были Матео Ричи, Адам Шайль фон Дель, Фердинанд Вербист и другие. Император Конси был признателен за приведение в порядок системы летоисчисления, помощь в производстве пушек и подписании Нерчевского договора с Российской империей, а также за многое другое. Но их главной целью было распространение религии, хотя некоторые имели еще и другие помыслы. Продолжение следует... Зарождение китайского фарфора во времена династии Восточной Хань до эпохи династии Цин прошло полторы тысячи лет. Почему же, несмотря на то, что уже в эпоху Танской династии стали продавать фарфор в другие страны, а в эпоху Минской династии раздавали в качестве официальных подарков, китайский фарфор по-прежнему производили только в Китае? Попытки создать имитацию в Европе и других странах Азии то затухали, то разгорали с новой силой. Но мастерства было недостаточно. И только когда в эпоху великих географических открытий появились великие морские державы, Франсуа Ксавье смог попасть в самый центр производства фарфора в Поднебесной. Франсуа Ксавье Тот же год, когда Франсуа Ксавье с того же причала, той же реки, сошел чиновник императорского двора, генерал-губернатор провинции Дянси Ланг Хин Ди. По традиции новый начальник инспектирует подчиненных. Но этот высокий сановник вскоре скинул свою мантию и отправился к горным печам. Оказывается, у него была другая миссия. Таким образом, в древнем поселении появилось два пришлых человека. Один по приказу мистератора, второй от лица церкви. Один китаец, другой европеец. Они были так близко друг от друга, и цель у них была одна – фарфор. Но Франсуа Ксавье украдкой изучал технологию производства фарфора, а Ланг Хин Ди должен был отбросить старое и взрастить новое. Франсуа Ксавье нужен был товар, а Ланг Хин Ди – классическое произведение. Это было отражением двух разных судьб фарфора той эпохи. На близком расстоянии велась открытая и закулисная борьба. Есть письменное упоминание о том, что Франсуа Ксавье когда-то поручал Ланг Хин Ди преподнести императору 66 бутылок французского вина. Вот так два человека в одном деле преследовали разные цели. Но это сражение за фарфор было еще недостаточно горячим. В то же время на другом конце света алхимик Бёрдгер тоже молился. Его целью также был фарфор. Дрезден – второй по величине город в Германии. Строительство этого Дрезденского замка началось в 13 веке и было закончено только через 400 лет. Он полностью возведен из вулканической породы. Со временем он почернел, пережив множество невзгод. Саксонский король 15 века Август II был без ума от стоящего баснословных денег фарфора. В конце концов он вспомнил о Бёрдгере и заточил его в крепость, чтобы тот при помощи алхимии создал фарфор. Не будет успехов – не видать ему свобода. Дрезденский король 15 века Августе Сестрон. Дрезденский король 15 века Августе Сестрон. И Бёрдгер, как по уговору, связали свою судьбу с фарфором. Из всех троих больше всего преимуществ было у Ланг Кингзи. Он обладал мобилизующей все ресурсы властью и накопленным предшественником опытом. Поэтому, не потратив много труда из фарфора Уцай периода Канси, 20 лет назад созданного его предшественником, императорским надзирателем гончарных печей Цзанг Ин Сюаним, он создал еще более ослепительный фарфор. В эпоху Канси настал период бурного развития китайского фарфора. Европейцы назвали фарфор Уцай живописью Канси и даже живописью Китая. В это время Уцай достиг своей зрелости расцвета и повлиял на последующее развитие цветной глазури. После того, как эта квинтэссенция искусства пересекла океан, то с учетом рисков и повреждений в пути, она, естественно, становилась для европейцев так называемым белым золотом. Поэтому нетрудно понять одержимость Августа II. В 19 веке крупный английский диез Холмбурн, воспользовавшись выгодным географическим положением Индии, закупил там большое количество китайского фарфора и привез его в Англию. Мало лучших экземпляров того фарфора сейчас хранится в музее Холмбурна в английском городе Бат. В 19 веке. В самом Китае на родине фарфора тоже были такие случаи. В коллекции господина Лу Зиньмина множество экземпляров прекрасного фарфора Уцай, но больше всего он дорожит этим блюдом с изображением ночной охоты, хотя причина его любви открывается с обратной стороны изделия. Оказывается, это блюдо диаметром почти 40 сантиметров с обратной стороны собрано в единое целое при помощи металлических скобок. Если бы не родительская любовь прежнего хозяина, то он бы так не заботился об испорченной утване. Это блюдо также одиноко, как и то другое на противоположном берегу океана. Неужели это просто совпадение? Субтитры создавал DimaTorzok Хотя в тот год Лан Кингди и рапортовал о победе в первом сражении в Диндаджене, но настоящая битва еще не началась. А в это время в Дрездене бесправный узник Бетгер в череде беспросветных дней так и не мог ничего придумать. Он уже перепробовал все приемы алхимии, но походившие на колдовство опыты не могли раскрыть составы фарфора. В 1694 году один французский ученый предположил, что китайский фарфор сделан из чего-то вроде ракушек. В те времена это мнение было официально признано в западном мире. Это заблуждение поставило Бетгера в тупик. Он как будто заново ходил путь, пытавшийся создать имитацию фарфора итальянцев и голландцев. Та же проблема мучила и Франсуак Савье. Но французу повезло больше, чем Бетгеру. Ему тоже приходилось действовать тайно, зато хотя бы он не был ограничен в передвижении. Кроме того, Франсуак Савье находился в самой столице фарфора. Это было большим преимуществом. В этот день он наконец услышал от Гончара слово «гаолин». Смекалка подсказала ему, что ворота сокровищницы уже близки. После поисков он наконец-то под названием «гаолин». Можно догадаться, что когда в окрестностях деревни он впервые увидел натуральный каолин, то душа его возликовала, несмотря на то, что на вид он был невозмутим, как и подобает святому отцу. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так обычными словами был озвучен большой секрет. Твердости и растяжимости каолинита недостаточно для изготовления настоящего твердого фарфора. Твердости и растяжения. Хотя китайцы и не держали все в секрете специально, но на протяжении более тысячи лет каолин был причиной первенства китайского фарфора. Когда же Франсуа Ксавье после долгих поисков наконец открылся секрет, он стал еще более осторожным, потому что ему нужно было узнать процентное содержание каолина в фарфоре. Как бы там ни было, с этого момента о каолине знали не только в Китае. В то время как Франсуа Ксавье тайно ликовал, у Ланг-Хин-Дзи возникла проблема. Очень низкая вероятность успеха при обжиге фарфора красная глазурь. Это сверкающий фарфоровый сосуд густого цвета и есть фарфор красная глазурь. Он был создан в годы правления императора Юнг-Чуаня Минской династии. Современники Минской династии говорили про него. Яркий, как красная заря, он стал первым среди лучших сортов фарфора всех эпох. Но, к сожалению, его век был коротким. Он погиб вскоре после зарождения. Говорят, что процесс производства был очень дорогостоящим. В составе было немало ценных компонентов, но гарантировать успех было невероятно трудно. Вот почему этот фарфор назвали сокровищем тысячи печей. Но разве для императора Канси сокровище тысячи печей как раз не было тем, что достойно только выдающегося императора? Цинский правитель Гречо интересовался культурой. Он только мечтал о том, чтобы заново создать все сокровища прежних династий. Поэтому он был не против подражаний и слепого копирования. Наоборот, уважал прекрасно выполненные копии.